В ЕС разгорается скандал, который поразил самое сердце европейских институтов, да еще и в столь ответственный момент. Продолжается российская агрессия, и надо принимать важнейшие для европейских граждан решения. В то же время лидерам ЕС пока не удается дать общий ответ на энергетический кризис. Обсудить эти вопросы со мной в Брюсселе согласился премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что пригласили меня. Я хотел бы начать с недавнего так называемого Каттергейта, скандала, связанного с предполагаемым подкупом чиновников ЕС, в том числе вице-спикера Европарламента. Когда вы узнали об этом, вы были потрясены? О чем все это свидетельствует по вашему мнению? Я был, в общем, шокирован, и я ознакомился с некоторыми деталями этого дела. Я надеюсь, что принцип верховенства закона будет вновь возвращен в Европейский парламент и будет дано объяснение всем этим скандальным практикам. Господин премьер-министр, пока граждане ЕС наблюдают за этой политической драмой, мы видим, что и Евросоюз даже после месяцев бесконечных переговоров не может выйти из тупика, когда надо что-то делать с энергетическим кризисом. На этой неделе министры ЕС снова потерпели неудачу. Стоит ли нам ожидать прорыва в ближайшее время? Я в этом совершенно не уверен. Все дело в том, что я вижу, как ведут себя некоторые страны, которым приходится бороться с этим кризисом с точки зрения цен на газ, цен на нефть. Они делают это очень, очень эгоистично. Они не видят более широкой картины. Они не понимают влияние ситуации с природными ресурсами и ценами на них, на Украину, не видят прямого влияния. Это подпитка российской военной машины, и это надо прекратить как можно быстрее. Польша всегда была вместе с теми странами, одной из тех очень немногих стран, которые придерживались наиболее жестких позиций в вопросах скорейшего расширения пакетов санкций. Мы всегда придерживались того мнения, что чем скорее мы примем действенные меры по борьбе с российской военной машиной, тем скорее в Европе снова установится мир, добрый мир. Когда дело доходит до переговоров об ограничении цен на газ, как вы объясните гражданам, чьи коммунальные платежи стремительно растут, что лидеры Евросоюза не могут найти решение? Совершенно точно. Несколько стран, включая Польшу, несколько месяцев назад, в апреле, мае и июне, подталкивали Европейскую комиссию и некоторые другие северные страны, вместе с Италией и Испанией, мы пытались заставить их действовать. Мы добивались принятия мер поддержки. Давайте скажем так, мы пытаемся привести все к соответствующему общему знаменателю, потому что мы понимаем, что предельная цена на газ должна быть определена где-то между нашими ожиданиями и тем, что хотели бы видеть Германия, Нидерланды и другие. Однако, то, как упорно они блокируют эту работу, вызывает у меня тревогу, потому что я считаю, что мы все еще далеки от достижения компромисса по введению предельной цены на газ. Получается, в этот тупик завели Германия и Нидерланды? Я никого не обвиняю. Я хочу обозначить, что принцип солидарности всей Европы означает, надо работать над тем, чтобы как можно быстрее прийти к общему знаменателю. И не всегда это решение будет менее эффективным. Находится ли энергетическая безопасность континента под угрозой этой зимой и в следующие годы? Да, конечно. Европейский Союз представляет из себя влиятельную экономическую силу. Мы также можем диктовать, хотя диктовать, наверное, слишком сильное слово, но можем подталкивать наших партнеров к конкретным решениям. Я имею в виду не Россию, я говорю о других странах. Надо, чтобы среднесрочные или долгосрочные соглашения по газу были заключены на соответствующем уровне и не зависели бы от таких значительных колебаний и спекуляций, которые произошли в августе этого года и в сентябре. Война в Украине продолжается, и конца ей не видно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть возможность предоставления гарантии безопасности России для прекращения войны. Это реалистичный вариант? Но мне кажется, что Россия, как сверхдержава, пусть даже ослабленная, но все еще обладающая ядерным оружием и сильной армией, в действительности не нуждается ни в каких гарантиях. Все гарантии они держат в своих собственных руках. Единственная страна, которая нуждается в поддержке и гарантиях своего суверенитета и безопасности, это Украина. Вот почему я считаю, что наиболее правильным было бы поддерживать Украину, все больше наращивая поставки оружия и финансовую помощь. Важно, чтобы Путин и Кремль увидели, что мы серьезно настроены оказывать Украине поддержку не только этой зимой, но и в последующие годы. В завершении я хотела бы задать вам вопрос в большей степени о Евросоюзе. ЕС решил заморозить средства, выделяемые Венгрией, из-за опасений, что эти деньги будут способствовать коррупции. Что вы думаете об этом? Я могу сказать вам, что я поражен и шокирован коррупцией в Европейском парламенте. Это первое. Я думаю, что необходимо основательно пересмотреть действующие процедуры в Европейском парламенте и в других институтах Евросоюза. Что же касается подходов ЕС к Венгрии, то, по моему мнению, то обстоятельство, что в Венгрии у власти находится довольно консервативное правительство, стало одной из причин, почему страна подвергается таким нападкам. Я не эксперт по венгерской экосистеме, но думаю, что значительная часть, если не все эти нападки, не имеют никаких оснований. Вы сказывались опасения и в отношении вашей страны, Польши, но такого решения не приняли. Что бы вы ответили тем, кто заявляет о двойных стандартах в отношении Польши и Венгрии? Я могу лишь подчеркнуть, что и с Венгрией, и с Польшей обходятся очень несправедливо. Так не должно быть. Вы ощущаете угрозу со стороны Еврокомиссии? Последние пару лет мы постоянно находимся под прицелом Еврокомиссии, потому что они не согласны с подходами к исправлению и реформированию посткоммунистической судебной системы. Считаете ли вы, что Брюссель стал мягче относиться к Польше с началом войны? Мягче? Я не вижу ничего подобного. Я вижу, что они по-прежнему очень грубо вмешиваются в дела, выходящие за рамки их компетенции, в вопросы, которые не упомянуты в соглашениях. И мы достаточно громко заявляем об этом. Вот почему меня так удивляют их подходы в последние годы. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо большое, что у нас есть.